Алло, Катюш, сорвалось, да? Или это вы бросили трубку? Катюш, пожалуйста, давайте, чтобы мы эмоциональный фон не поднимали в нашей беседе, да? Потому что к вам у меня никаких нет претензий. Если был где-то группа, я приношу свои извинения. Я просто хочу поговорить с Михаилом в формате телефонного разговора. С Алексеем говорить не получится, потому что Алексей, видимо, здесь, так сказать, младший брат или как... Нет, он берет трубку, я думаю, что он тоже готов. Не-не, мне с Алексеем не о чем говорить, мне нужен Михаил, потому что с Алексеем... У меня с Алексеем был разговор уже в экспрессе, когда я ему доносил, так сказать, свои пожелания, просьбы по-человечески, когда просил и объяснял свою позицию касательно юмора, что я правда человек из 90-х на самом деле. Вот. Болезненно реагирую на любые выпады в отношении моей семьи, особенно в отношении моей мамы. Ну, доносил это, он просто, видимо, вам не передал. Вот. Поэтому я, как бы, вас прошу... Через сколько мы можем... Давайте сейчас, смотрите, 20 минут... Да? Через сколько я могу позвонить? Через 20 минут, но вряд ли... Не, я имею в виду, сейчас у нас 20 минут 5-го. Сейчас 20 минут 5-го, да, у нас? Да, да, да. Вот. Через сколько я могу позвонить, и точно Миша будет, чтобы не быть голословным? Ну, через час, я думаю, он будет. Может, мы на самом деле, там, ну, подарим ему просто трубку с симкой, чтобы у него была связь, и мы как-то, ну, общались? Ну, я думаю, что он в состоянии себе приобрести телефон. Это просто... Не-не, я имею в виду конкретно под это... Вот под эту ситуацию, чтобы я вас не третировал, потому что я уже... Каждый раз, когда вам звоню, уже неловко как-то получается. Да, почему неловко? Я готова к диалогу, я с вами... Катюш, ну, у нас диалог не получается, потому что мы люди разных понятий, к сожалению. Я старомодный, не смешной человек с отсутствием юмора, что касается этих тем. Вы молодая, веселая, вы молодая, веселая, интересная... Я не такая уж и молодая, как вы думаете. Ну, это... Видите, я вам уже комплимент сказал, видите? Спасибо. Вот, то есть у нас немного получаются разные, так сказать, понятия жизни. То есть я как... У нас разное восприятие, понимаете? Конечно, да, несомненно. И понятие жизни, и восприятие. У меня, к сожалению, глубокие. Вот если вас кто-то будет третировать, мучить вас, вы можете обратиться ко мне за помощью. Я вот такой дурак из девяностых, мы помогаем людям, кидаюсь на всяких вот людей, которые пытаются оскорбить то, что мне дорого. На самом деле, вы понимаете? Ну, вот так сложилось просто. Понимаете? Вот. Мне жаль, мне жаль, Катюш, мне жаль, что безумное количество ваших поклонников и там вот людей, которые смотрят вашу программу, ну, вот они пишут в твиттер, мне жаль их на самом деле. Вот ваш, ваш муж... Это же так же и ваш. Ваш муж... Ваши же поклонники точно так же ходят и преследуют наших парней по городу Кемерово. Что в самом деле? Как это ходит, преследует? Это абсолютно... Ну, вот так вот. Допустим, вы там организовали свою магию. Ну, конечно. А это не смешно разве? Я думал, что это соответствует юмору. Это соответствует юмору. А как, а как, а как, Катюш, 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 скажи, пожалуйста, а кто, а кто из нас, а кто из нас выставляет правила и рамки юмора? То есть, если у вас юмор без границ, я разве не могу делать то, что я считаю смешным? Вы не должны уважать мой выбор, мое решение? Мы уважаем ваши выборы и ваши... Ну, просто самое главное, чтобы это не было призывом к тому, чтобы у нас есть какие-то увечья человек. Ну, Катя, то есть вы обо мне действительно... То есть вы действительно обо мне такого мнения? То есть вы считаете, что я могу так поступить? Ну, лично от вас, я думаю, что может быть не стоит. Ну, вы, и вы сильно, и вы сильно занижаете... У вас не позволяет просто ваш статус. Нет, у меня не позволяет не статус, у меня просто не позволяет совесть так поступать. У меня совесть не позволяет так поступать. Вот в чем все дело. А то, что касаемо уровня, вот там дядя Юра Хованский писал о том, что вот как фанаты это воспримут по причине того, что и ваши фанаты, и фанаты дяди Юры слишком низко, слишком занижают интеллектуальную планку моих слушателей, вот. Что очень удручает. Я к тому, что, смотрите, Василий, вот, просто чисто по-человечески, знаете как, вот, потому что уже не первый год на Ютубе и в Интернете, так? Если ты выходишь в публику, если ты, как бы, готов к тому, что ты будешь в публичном, нигде засвечен, то я рекомендую вам абсолютно не читать никакие комментарии. Нет. Это вашу психику. Нет, Катюш, я, вы, 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 Кать, вы, Кать, вы знаете... Вы будете равновешенным человеком. Кать, вы знаете, Кать, знаете что, я вам просто расскажу, вот, что если вы думаете, что то, что вот написано и написано про меня, нервирует меня, я, ну, очень давно занимаюсь музыкой и закален. Вот то, что пишут на рэп-форумах, вот, вот это страшно на самом деле. То, что пишут у вас, это детский сад, поэтому вот эти глупые дети, которые пишут какие-то там оскорбления из твитов, из твитера не имея ни аватарки, ничего. Ну, это, я это, поверьте, поверьте, это школьники, просто, я, просто, вот, вот вы, вы мне говорите... Это одиженные, возможно, это одиженные люди чем-то, понимаешь? Катюш, Катюш, вот смотрите, Катюш, нет, так я, мне на это, у меня, я же говорю, у меня к ним претензий нет, у меня к ним-то претензий нет. Вы говорите мне про рэп-форуму. Нет, я просто, я говорю, что я закаляю, то есть, меня... Нет, нет, я говорю о том, что я закален, меня это не трогает, просто ваш, ваш муж со своим товарищем публично оскорбили... Катюш, мне, это мне решать, увы, к сожалению, понимаете? Я просто, я же, я же нормально попросил, ну, сказал, что вы просто оскорбили мою маму, я прошу снять извинения, извиниться перед ней. В этом же ничего страшного нет, правильно? Если мужчина говорит мужчине, ты оскорбил мою мать, извинись. Ничего же в этом страшного нет. Нет, они мне не скажут, я их уже вам говорю, как это будет. По причине того, что они оскорбили мою маму, сняв ролик, выложили на ютуб, они должны соизмеримо поступить, вот и все. Ну, это же логично. Я думаю, что они это сделают. Конечно, сделают. Катя, я вам просто, я вам просто точно говорю. Катюш, я... Катюш, я просто точно говорю, что они сделают. И сделают так, как мне нужно. Просто, если это вопрос времени, если это вопрос ожидания и, там, моей какой-то способности людей утомлять своим присутствием в их жизни, хорошо, я подожду. Но они сделают это по-любому. Поверьте, ну, я просто вам не могу, к сожалению, с Мишей поговорить. Ну, вот вам говорю, что они это сделают по-любому. И так должен сделать любой мужчина. Если он мужчина, конечно, если он там достойный человек. Если я оскорбил бы чью-то женщину, маму, ну, я не могу вам объяснить, к сожалению. Как же, вы же тоже же про родителей начали говорить, что вы хотите приехать к нашим родителям. И что? Так просто вы восприняли это через призму своего искаженного видения просто. Через свой больной разум. Я хотел просто приехать, я хотел приехать к вашим родителям. Я хотел бы, хотите я вам расскажу, как все было и как будет, ну, в блоге моем. Хорошо, хорошо. Что я прилетаю, прилетаю в Кемерово, да. Ну, все, мы находим адреса родителей, связываемся с ними предварительно по телефону, да. Ну, да, алло, Кать. Да, 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 я слушаю. Связываю, предварительно связываемся с ними по телефону, звоним мамам. У Алексея, к сожалению, знаешь, что мама умерла, да? Да. Да. Ну, с отцом встречаемся. Садимся вместе в формате блога. Вот видели, как делают блоги, где родители смотрят рэп-клипы? Видели? Видишь. Мы садимся вместе, мы садимся вместе, мы берем, садится Леха, садится Мишка, вы, если захотите, и мы смотрим под камеру выпуски Немагии все вместе. Классно же? Все выпуски Немагии смотрите, я думаю, времени просто очень много уделяет. Конечно, несомненно. Но мне кажется, это будет очень смешно. Вот понимаете, видите, вот видите, вы мой, то, что, вот видите, вы, то есть, вы так вот, ну, так, как-то холодненько, да, как-то вот так прохладно. А для меня, я считаю, что это вот просто очень смешно. Для вас нет. Я говорю вот этим просто вот сравнением этой истории, я хочу просто вам показать, что у каждого свое понимание юмора. И говорю о том, что то, как ваш муж и его друг использовали выступление Джимми Карра, это оскорбление моей матери. Они должны за это извиниться, принести извинения и выложить на своем канале ютуб. И ничего в этом страшного нет. Ничего в этом страшного нет. Васильевна, смотрите, я вот вам просто хочу сказать, как человек, как человеку, да? Да. Меня просто... Алло. Да что ж такое срывается. Так. Да. 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 Да, 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 прошу прощения. Да. Просто вот у меня связь была. Что было, простите, связь была? Да. По поводу мамы. Да. Я вот как человек человеку хотела сказать. Вы знаете, она уже не обжаловалась. На много каких вещей и на близких. Вот. К сожалению, она в возрасте не дожила буквально год. Ну, скорее всего, не год, а 31-го года. Это разница. Ну, 20-го года. Вот. А жизнь, она очень много отжалов. Угу. Угу. Я просто жаловала, что она обжаловалась. Не долго на близких. И на близких. Не жаловалась. Должен быть. Так что, если я вам просто не слышу. Я не... Не слышу. Пропадает связь просто, Катюшка. Я говорю, Катюшка. Вы просто уделяйте больше времени и внимания маме. Я уделяю времени. Я уделяю... Вы понимаете, что вот моя... Не держайтесь на людей. Ее никто не трогал. Вашу маму. Это было сказано, перепразировано. Это было метафоро сказано в сторону вашего чувства, собственного неважного. Ну, это ваша интерпретация. Я соболезную о горьких утратах вашей жизни. Очень просто искренне это говорю. Вот. По причине того, что моя мама живой человек и... Ну, нашлись добрые люди, которые, так сказать, показали вот это... Вот это видео. Просто понимаете? Понимаете, в чем все дело? Ну, вы же понимаете, да, что вот... Есть много добрых людей, которые присылают моей маме статьи. Ну, у моей мамы ящики есть, почта есть. То есть, она активный человек достаточно. Да, классно. Людей много добрых, что сейчас. Да, вот она... Она достаточно... Достаточно ироничный человек. Ну, вот почему-то... Вот мой старший брат сказал, что вот это почему-то ее... Вот... Ну, как-то задело, да. То есть, я вот... Если вы понимаете, что такое мать и вопросы мамы, да... Я готов на все... Вот максимально на все поступать с людьми. Максимально, которые огорчают мою маму. Вот честно, искренне вам скажу. Если вы говорите мне о высоких сейчас вещах и понятиях каких-то уделять вне... Я своей маме уделяю очень много времени, и поэтому я здесь сейчас с вами разговариваю. И поэтому ваш муж и его друг, если они настолько же понимающие люди, как вы, снимут видео, в котором они извинятся перед моей мамой. Хорошо? Хорошо. Ну, если вы видите, оказывается, мы друг друга понимаем, о чем идет речь. Просто моей маме много приходит на... Ну, добрые люди присылают и вырезки статей, и... И... А вы же понимаете, да, что такое там люди советской закалки? Это люди, для которых написанное в интернете, это уже есть истина и правда. Вы же понимаете? Ну, менталитет и такая вот позиция. То есть, поэтому, конечно, для нее это, ну, болезненные вещи. Я не хочу, чтобы моя мама расстраивалась, понимаете? Просто. Так что, Миша, передайте вот эти мои слова. Он может еще раз... Он может это все еще раз посмотреть в моем перископе. Наш диалог и увидеть, что никто... Никто причинять боли, зла вам не хочет. Вы просто должны извиниться перед мамой. Все. В этом ничего страшного нет, поверьте. Если я оскорбил вас или кого-то еще, я извинюсь. В этом нет... Ну, в этом нет проблемы. В этом нет проблемы. Я еще раз... Благодарю вас за то, что вы пообщались. Очень приятно было пообщаться. И я прошу прощения, если я где-то перешел границу. Просто у всей этой ситуации достаточно высокий эмоциональный фон. Хорошо. Все, все. Я тогда через час позвоню, да? Мы с Мишкой сможем поговорить. Спасибо большое. Спасибо. До свидания.